Дагестан Рыбное место пусто не бывает. В Махачкале возрождают рыбный порт. Комплекс оснастят оборудованием по первичной переработке и хранению рыбы. И жизнь, и театр, и кино. Неординарный и любимый всеми артист Сергей Безруков снова в Махачкале. Как мы играли в спектакле, я не помню, потому что ты только ходи, и все. И вот это ощущение восторга и праздника. Меня посвятили в Горецов. Поехали, сказали, все, здесь на рынке, давай, белая бурка, белая папаха, все, обязательно все. И кинжал, и Горец. Так что я уже приехал сюда, сюда уже не доказал, а уже в Горцу. Ходы на ощупь. В Махачкале прошел чемпионат Дагестана по шашкам среди слабовидящих. Черные и белые шашки, да, они на ощупь встречаются. Вот, на белой здесь, как бы, такой кружочек, и вокруг выемка. А что нам такая складка? И здесь также клетки, они, как бы, видите, такие здесь, по один, чтобы шашка просто не двигалась. Пожар в Махачкале оставил без света советские и ленинские районы города. Загорелся ковровый склад на улице Майской. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. В 13.45 его удалось локализовать. Энергоснабжение восстановлено, пострадавших нет. В ликвидации последствий ЧП было задействовано 20 единиц спецтехники и 30 спасателей МЧС. Новый мир, новые возможности – это главная тема Петербургского международного экономического форума, на котором впервые представлен стенд Дагестана. В рамках мероприятия планируется заключение 15 соглашений о сотрудничестве, которые затрагивают самые разные сферы. Дагестанскую делегацию возглавляет Сергей Меликов. И сегодня же глава республики и генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подписали документ о сотрудничестве в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Прошу стороны обменяться папками для записания второго этапа. Поздравляю стороны с подписанием следующего соглашения. Спасибо. А так все. Начиналось. Да, начиналось. Печально. Печально. Начиналось. Сейчас уже у нас в этом отношении были стать один из лидер по, скажем, понятного пути прибавления обновления. Я в этом отношении хочу поблагодарить вас и лично вас и вашу команду за то, что вы такую действенную и очень необходимую для нас помощь оказали. Конечно, и министра, и лица-премьера, безусловно, без вашей методической помощи, без сопровождения всех мероприятий, которые мы проводим в соответствии с нашей совместной дороговой картой, нам будут эти дела очень много. Спасибо большое. Но я в свою очередь хотел бы вас благодарить за также то отношение с вашей стороной, с вашей стороной, которая появилась в конце прошлого года, и полномерную работу, которую команда вашей, наверное, об этом вашим удалось бы смогла сделать вашим удовольствием. Повторюсь. Мы начинали с того, что сталкивались с коллапсом системы. В настоящий момент подобные земельные участки. Совершается ориентирование этого участка. Мы должны зайти в цепочку в самое ближайшее время. Это, что самое главное, уже в этом году. ЭБО финансирование доставлено для начала строительства. В 26-м году сейчас уже мы должны открывать сомнения. Проекты будут уступлены. И регион станет одним из лидеров по достижениям и показателям федерального проекта не только в 26-м году. Спасибо. Спасибо. В Рыбном порту снова запахло рыбой. В Бахачкале возобновят работу старого предприятия. Комплекс оснастят новым оборудованием по первичной переработке и хранению рыбы. Территорию и ход реконструкции предприятия осмотрели вице-премьер Дагестана Нариманов Думу Талибов и руководитель регионального комитета по рыбному хозяйству Виктор Руденко. С начала 2019 года порт был передан в долгосрочную аренду Порт Петровск. Компания инвестировала в него более 350 миллионов рублей и создала 63 новых рабочих места. В ходе встречи было отмечено, что здесь уже завершается строительство цеха шоковой заморозки рыбы мощностью до 100 тонн в сутки и склада холодильника емкостью до 1500 тонн. В Махачкаре завершается ремонт дороги на улице Батырая. К укладке асфальтобетонного покрытия приступили накануне специалисты подрядной организации. Протяженность участка ремонта 500 метров. Мероприятия, которые завершатся в ближайшее время, позволят увеличить пропускную способность улицы и улучшить транспортную логистику микрорайона. Ранее на этом отрезке проезжей части проводилась работа по снятию старого верхнего слоя асфальта и поднятию ливневых колодцев. Буквально неделю назад были начаты работы по ремонту полосна дороги. На сегодняшний день работы завершены на 80%. До конца текущей недели полностью эта улица была завершена. Мы находимся сами на пересечении улицы Батырая и Гамдад-Садоса. Остался промежуток от улицы Гамдад-Садоса до развилки улицы Каркмасова. На участке, где работы завершены, до пересечения с улицы Гамидова, с проспектом Гамидова, в основном транспортное движение. В принципе, проблем для горожан нет. Мы постарались оперативно завершить данный участок дороги. 12-я Всероссийская научно-техническая конференция начала свою работу в Махачкале. Специалисты со всей страны обсуждают проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Кавказа. Мероприятие проходит в Дагестанском федеральном исследовательском центре Российской академии наук. Участие в форуме принимают и зарубежные ученые. Это конференция у нас традиционная. Мы обсуждаем вопросы геологии, полезных ископаемых, перспективы появления новых месторождений на юге России, на республиках Северо-Кавказского федерального округа, Дагестан, Чеченская республика, Северная Осетия, Кавалин-Балкария. Это у нас одна из задач по полезным ископаемым, включая нефть, газ, руда, строительные материалы. Второе направление – это изучение геофизики, геодинамики опасных природных процессов. Землетрясения, осеническое районирование, какие исторические землетрясения, какие могут быть прогнозы, составление карт районирования. Это второе направление. Третье направление, одно из актуальных у нас, это изучение геоэкологии, то есть загрязнение природной среды, воды, атмосферы, влияние человека на климат, загрязнение вод подземных, поверхностных, влияние геотермальных месторождений на загрязнение природы, добыча нефти как влияет, ну, и, соответственно, мероприятие по снижению негативного влияния на природу. И еще у нас направлена история исследования наука о земле на Северном Кавказе. Кавказ, хотя он много лет, уже многовеков изучается, он в многом еще и не изучен, еще есть перспективы изучения. Поэтому в этом плане Кавказ привлекает внимание многих ученых. В ходе дискуссии разрабатываются рекомендации геологическим организациям, нефтедобывающим компаниям. Сейчас ситуация какая? В общем-то, снижение добычи нефти и газа на Северном Кавказе. Им нужны новые направления, а без ученых они эти новые направления, производственники, не смогут сами. Тут они вынуждены прислушаться. Естественно, природоохранным мероприятиям уже сам Бог велел, потому что такие штрафные санкции будут на производство, если они не будут прислушаться природоохранным мероприятиям. Секционные заседания будут проходить 15-16 июня. Затем в течение двух дней участники смогут посетить уникальные геологические объекты. Известный российский актер Сергей Безруков приехал в Махачкалу с новой версией спектакля «И жизнь, и театр, и кино». Но в планах артиста не только встреча с дагестанским зрителем, но и подписание официального соглашения о сотрудничестве с Министерством культуры Республики. Стороны договорились, что со следующего года в Дагестане будет реализован масштабный праздник для детей и юношества – эхо Большого детского фестиваля. Создателем и художественным руководителем проекта является Сергей Безруков. Мы выпускаем спектакли, фильмы, анимацию – все как раз для этих детей. И как раз дети решают, что является лучшим. Мы-то считаем, что все лучше мы им отобрали на наш фестиваль. А вот они уже решают. Это ноу-хау нашего фестиваля, Большого детского фестиваля – детское жюри. И как раз победители, знаете, когда только Москва видит лучшее из разных регионов. Потому что у нас мультижанры фестиваля, мы собираем и спектакли музыкальные, театров кукол, различные спектакли, анимацию, кино. С прошлого года у нас уже есть такое понятие, как БДФ-книга, то есть лучшие современные детские писатели. Тоже проводим конкурс. Наша детская жюри также все это читает, отсматривает. Более того, знакомится еще и с оперой. То есть, знаете, такой разносторонний, мультижанровый фестиваль для того, чтобы дети могли получить все, что для них делается со стороны взрослых, для детей. Покажем не только спектакли. Конечно, будет день анимации и кино. И, естественно, цикл лекций, лабораторий. Я думаю, что тем более, что следующий год юбилейный Расул Гамзатова. Я думаю, что что-нибудь придумаем. И, может быть, Московский губернский театр тоже поучаствует каким-то образом. И о спорте. В Махачкале прошел чемпионат Дагестана по шашкам среди слабовидящих. За доской собрались лучшие шашисты республики среди незрячих и тотально слепых. За особенным турниром следил наш корреспондент Карим Даниев. Кто-то с трудом различает доску на столе, а кто-то и вовсе ее не видит. Тотально слепые спортсмены играют в шашки на ощупь. Но это не мешает игрокам разыгрывать красивые тактические схемы. Пару специальных приемов для первой партии подготовил и Хайбула Магомедов. Сегодня он один из претендентов на победу в турнире. Черные и белые шашки, они на ощупь отличаются. На белый здесь такой кружочек и в округе выемка. А черная она такая гладкая. И здесь также клетки, они, видите, такие здесь впадинные, чтобы шашка просто не двигалась. Также шахматы тоже есть такие же адаптированные. А что нужно, чтобы играть в такие шашки? Память хорошая, да, разве? Я думаю, как бы воображение, что изящий должен представлять себе доску. И уже когда ты щупаешь, уже понимаешь, сразу понятно, что черное-белое. И уже представляешь примерно, где какая шашка находится. И чтобы уточнить, можно там пощупать, да? Это первый чемпионат Дагестана по международным стоклеточным шашкам за последние 30 лет. В финальную часть турнира вышли 22 лучших шашиста из разных уголков республики. 18 мужчин и 4 женщины борются за выход на чемпионат России. Хотел бы сказать, что шашки – это не только вид спорта, но это и реабилитационные мероприятия. Слепые у нас – это люди, которые практически ничего не видят. Тем не менее, эти люди очень мужественные, играют. У нас в Дагестане более 10 тысяч инвалидов по зрению. Большинство людей не знает об этих людях. Но тем не менее, эти люди не сломлены, они продолжают. У них Федерация спорта слепых Дагестана последние три года является лучшей федерацией спорта слепых в России. У нас развиты различные олимпийские виды спорта. Хочу сказать, что мы уже неоднократно ездим на чемпионаты России. Наши спортсмены завоевают различные медали на Кубках России, на международных турнирах. И люди играют в свободное время от работы, и так играют они, и показывают хорошие результаты. Надеюсь, этот турнир будет у нас постоянно, и Минспорт включит в его план, ежегодный план проведения наших турниров. Также хочу сказать, что Минспорт всегда найдет нас встречу, командирует нас на турниры. По России и внутри Дагестана у нас в этом плане очень развитая помощь есть. Для Дагестана стоклеточные шашки являются молодым видом спорта. Основных результатов наши спортсмены достигали в русских шашках, где площадь доски составляет только 64 клетки. Но пришло время выходить на новый международный уровень. Организатором турнира выступила Федерация спорта слепых и Федерация шашек Дагестана. Мы с удовольствием, конечно, это делаем. И в среднем издачных спорт довольно-таки хорошо развит в нашей стране. Ну и наша республика в этом деле не отстает. Есть перспективы игроки, и мы будем наводить порядок и отправлять все, что мы будем создавать, здесь отправлять на рейтинги игрокам, чтобы у них были. Ну, мы дадим порядок. У нас больше играют русские шашки, но, тем не менее, этот вид тоже нужен и важен, и его нужно развивать. Поэтому будем развивать и в дальнейшем. А победители будут участвовать уже на всероссийских соревнованиях и на соревнованиях СКФО и ЮФО. Теперь мы поговорили с руководителем общества слепых, и что в дальнейшем будем регулярно проводить эти чемпионаты и под эгидой Федерации шашек Республики Дагестан. Все будет происходить. По итогам чемпионата первое место среди женщин заняла Патимат Гасанова из Буйнакска. Второе и третье место за представительницами Махачкалы – Патимат Талибовой и Аидой Атлухановой. В мужском зачете тройка призеров расположилась следующим образом. За Ирбек Пахрудинов, Ахмед Шуайбов и Заинудин Ашуров. Победителей ждет участие в чемпионате России, который пройдет в начале июля в Ярославле. Карим Даниев, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.